Время говорить в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! Впереди новый 2024 год. Как правильно его встретить и как проводить 2023, мы сегодня поговорим с астрологом, парапсихологом Еленой Светомир. Елена, здравствуйте! Добрый день, Юленька! На пороге Новый год. Каким он будет? Что от него ждать? На пороге Новый год. Если быть честным и откровенным, то Новый год придёт к нам 10 февраля, если говорить о драконе. Но календарный год наступает, от этого никуда не денешься. Тенденции года будут у нас настолько амплитудные, что главное — держать баланс внутри себя и помнить простую вот эту истину, что корабль тонет не тогда, когда его спустили на воду, а тогда, когда вода в нём. Поэтому научиться управлять эмоциями, чтобы разум подчинил эмоциональный план каждого из нас и раскрыть все свои таланты, вообще в этом году будет вести тем, кто умеет любить. Вот для кого очень важна любовь, семейные ценности, традиции, потому что планета года — это Сатурн. И в раскладе годовом там два Сатурна и одна Венера. Венера смягчает Сатурн. И отсюда на женщину ложится такая ответственность — смягчить этот год. Так что, Юленька, будем смягчать его, смягчать сердца, смягчать души, улыбаться вот так красиво, как вы умеете, несмотря ни на мороз, ни на что. Год будет, поскольку это високосный год, в нём будет всякое. Но мы будем говорить о хорошем. И мы будем говорить о том, что год этот… Вот дракон, он деревянный. Дерево, оно растёт. И год этот, он будет благосклонен к тем, кто постоянно занимается личностным ростом, кто стремится к чему-то, кто видит. И это многим откроется. Вот даже человек сидел вроде как на попе ровно и видит, что у него ничего не происходит. Потому что дракон единственный. Из 12 животных этих, он магический абсолютно. Это совершенно сказочный персонаж. Ну да, его же нет, по сути. Вот. И этот персонаж в этом году к нам прилетит. Прилетит с такой короной в виде дерева. Такой знак императоров, династия роста. Поэтому вот эта вот его корона. Дракон, он удивительный. Он нам откроет такие невероятные возможности. Он даст нам посмотреть на всё сверху. Когда находишься на земле, ты очень ограничен в своём мироощущении. А когда ты взлетаешь над ситуацией на драконе, то ты тогда видишь, всё оно кажется мизерным, маленьким. И решаются очень просто. Смотришь, тебе там совсем немножечко надо изменить, хлоп, и бизнес пошёл. Чуть-чуть надо изменить, и в семье наладилось. Чуть-чуть, и всё замечательно. Как же встречать этот новый 2024 год, и когда он, главное, наступит? Мы сказали, что 10 февраля. 10 февраля, да. Но календарный год у нас наступает 1 января. Он у нас наступает в такой день, который не особо у нас благоволит, скажем так. И в этот момент нужно понимать, что у нас Новый год, ещё будет кошка. Никоим образом не надо везде ставить всё для дракона, а кошку задвигать. Котика не обижают. Кошка, она, да, ещё полтора месяца почти править. Ну, чуть больше месяца она будет, потому что 4 февраля открывают врата тигр. Тигр всегда занимается передачей портфелей. Одно животное передаёт портфель другому, как капитаны. Вот. И в этот момент у нас наступает вот этот вот... А здесь ещё у нас кошка. И через 12 лет она к нам постучится и скажет... Через 11 лет она к нам постучится и скажет... Ку-ку, а помните, вы меня пнули? Вот. Поэтому этого делать не надо. Желаете поставить фигурку дракона, как символ года? Ради Бога. Кошка не будет против. Но если вы её фигурку поставите на столе, и к ней к первой обратитесь, и поблагодарите её за 2023 год, каким бы он для вас ни был, он всё равно... Вы живы. Вы сидите за этим столом. Вы можете улыбаться, да? Если только захотите. И это самое главное, что вы живы. Дышите. Видите солнце. Дышите этим воздухом. Можете сделать очень много доброго на этой планете. Да. Это золотые слова, наверное. Прочитала шутку, что главное... Если висит гирлянда, а не я, то уже всё хорошо. Уже всё хорошо, да. И ещё дракон очень любит пафосность. Он любит яркие салфетки какие-то, там украшения для стола, там посуду какую-то яркую. Кошка тоже не против поиграть с такими вещами. Куковые скутики, да? Мы все знаем, как они любят всякие шерестелочки и всё-всё-всё. Поэтому просто главное дружить. Главное никого не ссорить, а главное дружить. Дракон это... Он мясо, рыба, фрукты обязательно. И он любит острое, чтобы так с огоньком пища была. Прям такая. Ну, а для киски рыбка тоже подойдёт. Ну, вот всё-таки как правильно проводить 2023-й? Что вот, котика не обидеть? Ну, я же говорю... Нужно обратиться, да? Да, к ней нужно обратиться. Вот вы её поставили, вы к ней обратились. Вы её поблагодарили. Вы с ней поговорили. Допустим, если вам было тяжело, честно сказали, что я не в обиде на тебя, да? Что, ну вот, год был для меня такой, но я всё равно тебе благодарен за то, что сам жив, за то, что у меня там... Разное у людей происходило за год. Года сейчас... Я давно предупреждала о своих, что будут такие годы. И нас ждут 20... Я что хочу сказать? Никаких воин таких... Голобальных. Ядерных не будет в этом году. Следующий год мы встретим на ретроградном Марсе, и там будут какие-то ситуации возврата. А этот год мы встречаем на ретрограде Меркурия. И здесь нужно оглянуться назад, чтобы построить своё будущее. Ну, поменять свои реакции где-то. Посмотри, вот у тебя было так, да? А тут из этого что получилось? Ну, такой задумчивый вот период. Осмысление. Осмысление вглубь себя, вот вовнутрь себя путешествия. От 1 января до 10 февраля у нас ещё будет время попутешествовать. Январь поколбасит. Потому что, опять же, очень многие задвинут кошку, и она... Обидится. Обидится. Выпустит коготки. Выпустит коготки, да. Абсолютно точно. А 10 февраля тогда мы встречаем дракона. Да. Для него... Это всё-таки не в наших традициях, да, праздновать Восточный Новый год. Мы привыкли с 31 декабря... Мы живём на этой территории. Но мы живём на этой территории, да. Стоит ли 10 февраля как-то вот привлечать дракона? Обязательно. 10 февраля, Новолуния, стоит... Вот вечер начался у вас, и до утра можно загадывать желание. Вот здесь, поскольку Новая Луна, и вот эти первые сутки волшебные, да ещё и сутки года, такие вот замечательные... Кстати, это же всё можно делать 22 декабря. 22 декабря, да. И вот в этот день, в ночь 10 на 11 февраля, мы одеваемся поярче, поскольку дракон любит всё яркое. Вот так вот красим ярко губы. Вот такие вот мы делаем всякие яркие штучки на столе. Мы делаем так, чтобы нас из космоса было видно, потому что это космическое животное, оно прилетает сюда, и чтобы он заметил, зашёл. И дракон — это все стихии. Он одухотворяется, он несёт энергию духа, он у него мощный дух. У него стихия огня, поскольку он огнедышащий. У него стихия земли, он ходит по земле. У него стихия дерева. У него стихия... Это стихия роста. Стихия воды, поскольку он ныряет, там плавает всячески. Стихия воздуха. Вот, всё у него есть. И поэтому мы с ним... Единственное, ещё есть стальные драконы, у него даже ещё есть стихия металла. А есть какие-то, может быть, знаки зодиака или другие представители? Ну, кому повезёт в этом году? В этом году однозначно повезёт деревянным. Без разницы, в какой год там. Деревянный или это крыса, деревянный или это кошка, деревянный или это коза. Вот деревянным повезёт, потому что это их стихия года. У них прям рост будет. Повезёт водяным, потому что дерево любит воду. Вода его питает. Вот вообще проще сказать, что если родился человек в год огня, то ему нужно быть осторожно со своими эмоциями. И то же самое к металлическим. Нужно смягчаться. Дерево – это живое. Металл жёсткий. А дерево и год вроде как бы такой сатурнянский. Но Сатурн, я хочу сказать, он жёсткий только с теми. Это как, знаете, вот есть такие очень суровые, но очень правильные учителя. Вот это Сатурн. Он такой, он даёт, но он и требует. И тому, кто старается, вдруг у него не получается. Он 550 раз с ним останется на дополнительное занятие и поможет. А тому, кто халтурит, даже имея огромные возможности, он так-то подзатыльник отдаст. Вопрос для девочек, наверное, такой. В чём же встречать год дракона? Потому что дракон – это, казалось бы, чешуя, что-то такое. Можно что-то обшитое бисером. Можно просто шарфик обшитый. Или там монетками. То есть аксессуар какой-то достаточно. Аксессуар какой-нибудь, да, достаточный. Ну и все оттенки дерева, ну, чтобы это было ярко. Очень хорошо бюжутерии побольше. Вот неважно, что там золото, это там серебро. Но чтобы было побольше бюжутерии. Дарить, кстати, хорошо. Бюжутерию. Если бюжутерию, да. И дарить мы будем в этом году тоже очень хорошо. В горшках растения. Вот чем больше веток оно выбросит, тем больше удачи оно притянется, ну, как бы, к хозяину этого дерева. Дарить лучше те, которые быстро растут, быстро расцветают там яркими всякими цветами. Ой, знаете, так интересно, вы сейчас говорите про деревья, а у меня дома растёт денежное дерево, и оно вот к концу года, оно прям так разрослось. Мне кажется, уже горшок. Это к деньгам, Юля. Это хорошо, да. Это хорошо. И вообще, значит, вы готовы к переходу в Новый год. Это тоже энергия, это в вас. Вы растёте, вы развиваетесь. Вы такая большая умничка. И природа откликается, она сразу слышит. То есть оно у меня сидело какое-то время, ничего, а сейчас прям так уже, думаю, его пересаживаю. Правильно. Что подарить близким, мы сказали, да, бижутерия, дерево можно, а что ещё? Есть какие-то вот... Что-то очень душевное, тёплое. Единственное, допустим, если вы будете дарить пожилому человеку шаль какую-то, вы пристегните туда брошь. Дракон это оценит. Он ценит дракон, а дерево, он символизирует древорода. Корни, ствол это мы, да, корни наши родители, ствол это мы. И крона, это наши веточки, наши дети, там и далее, и далее. Вот, поэтому вот и корни также. Первые это наши, там дальше, дальше, дальше. Поэтому вот этот год для тех, кто в традиции, и Сатурн это тоже традиции. Мы вспомним сейчас по Меркурию ретроградному традиции. Посидим и очень хорошо поддерживать вот такие семейные узы, какие-то семейные застолья, близкие друзья, которые как родные уже стали. Тоже приглашать. Тоже приглашать, да. А можно ли, стоит ли проводить какие-то ритуалы? И когда их надо проводить? Обязательно. Можно даже ритуал делать и на этот Новый год. Я такие легкие сейчас дам вам, которые, допустим, берешь 12 мандаринок. И загадываешь, ну, у нас 12 месяцев, 12 мандаринок. И загадываешь, что ты в этом месяце хочешь, что ты в этом, что ты в этом, что ты в этом. Во-первых, ты простраиваешь себе несколько планов. Да, просто что хочешь, никаким образом. Ну, и просишь дать тебе это самым комфортным для тебя способом. И кладешь мандаринки под подушку, спишь. А утром просыпаешься в лимонаде. А утром просыпаешься, ну, ты на одной спишь, а они там под другой рядом. А утром просыпаешься и первую мандаринку съедаешь. Натощак утром, представляя сбычу мечт, прям подпишите, где там январь, февраль, там все. И вот по одной дольке вкушать радость, удовольствие и благодарность за это желание. И представлять, что вот это вот все упаковало в такой, как бы, ну, шарик, да, воздушный. И отправило в руки Богу. Ну, или дракона. А вот это традиционное наше подбой курантов, написать желание, бросить в бокал. Ну, это работает, потому что все в это верят. Да? Уже раскрутилось поле, конечно. Конечно, но уже как бы раскрутилось. И уже потому что все в это верят. А еще какие-то ритуалы существуют? Может быть, там посложнее что-то? Ритуалы на любовь, да, допустим. Это ритуал на любовь, когда девушка не знает, кто. Потому что я очень строго отношусь к тому, когда человек второй против, да, а его пытаются к себе привязать. Да. Это нет. А просто притянуть в свою жизнь любовь, потому что, я еще хотела сказать хорошо, что вы сказали, В этом году очень многие люди найдут друг друга. Дракон как бы сверху посмотрит и соединит между собой сердца. Невзирая там на расстоянии. Некоторые вообще рядом будут жить, не видели там, потом хоп, и как будто бы вот впервые увидели друг друга. Очень многие найдут в этом году пару. Дракон очень не любит, вот сразу, чтобы не загадывали желание, рутины. Если люди живут по привычке, там нет уже давно жизни в этих отношениях. Нет ни любви, ни страсти, ничего. Вот просто болото. Дракон этого очень не любит. Распадутся такие союзники. Да, распадутся. Вот он не любит, когда нелюбимая работа, а ходят и ходят. Что-то случится, либо выгонят, либо там что-то вот. Ну вот как бы вот этого очень он не любит. Всё. Он любит рост, он любит, чтобы драйв, воздух, ярко, и жизнь яркая, и чтобы глаз блестел, и чтобы пушки на макушке, и хвостик пистолетом. Так, ну тогда вернёмся к ритуалу на любовь. К ритуалу. Вот. Когда вы делаете ритуал на любовь. Это можно сделать себе, допустим, вино, положить гвоздику. Положить гвоздику, приговаривая, что я кладу сюда волшебное семя, которое притянет ко мне любовь. Я благословляю тебя притянуть мне любовь. Выпиваете, съедаете, и всё. И напиток этот становится волшебным. Кстати, это можно делать, кофе себе каждого дня волшебный готовить. Кофе настроения, кофе здоровья. Там с чаем тоже самое. С пищей. Гвоздику так же класть? Гвоздику, шафран, тимьян. Там без разницы кто что любит, да. Ну гвоздика просто она с вином очень хорошо, на пряность такую даёт. И она полезна для человека. Она убирает паразитов, а вместе с ним болезнетворные программы внутри. Ведь часто человеку даётся возможность отношений, но они не продолжаются дальше, потому что очень силён либо мазохизм, либо жертвенность какая-то, ещё что-то. А человека притянуло по своим планам и мечтам-то настоящего. Он смотрит на это, ему это неинтересно, для него это детский утренник. Вот и всё. Поэтому можно связать две свечи, приговаривая, что я красная непременно. На что я притягиваю свою жизнь, настоящую любовь. И прям представить качество человека, закрутить вот эти качества, выписать. Только учитывать надо всё. А то потом мне пишут, вы сказали, я написала, а на 10 лет моложе. Я говорю, вспоминай, писала возраст. Нет. А вот там ещё что-то не так. Всё так, но вот одно не так. Ну вот тогда учитывать, если вот это для вас очень важно. Всё, что очень важно, нужно учитывать. Я ещё где-то слышала, что пишут прям в тетради, нужно прописывать как-то несколько раз какие-то желания. Хорошо правой и левой рукой ещё писать. Но про любовь сказали. Давайте тогда ещё скажем про здоровье и деньги. Здоровье и деньги. Замечательно. Деньги больше относятся к любви, любовь и деньги, потому что это одна чакра отвечает. Когда мы находимся в сексуальной энергии, когда мы вот такие вот. Деньги приходят. Приходят. Да. Они любят эту энергию. Это обманка для них. Вот. И когда загадываете эти желания, в чём без разницы, вы должны вот эту энергию в себе раскрутить. И вот в этой энергии отправлять их наверх. Мандарин, он же афразиак тоже. Да. И он очень хорошо поднимает настроение. Вот. И потом, когда эти берёшь, и прям детальки от этого желания представляешь себе. А здоровье тогда? Здоровье. Здоровье очень... Вообще, каким будет этот год на здоровье? Шестой дом у нас в... Вот для Владивостока. Сейчас я посмотрю, кстати. Вот. В шестом доме у нас в этом году Сатурн. Нужно беречь кости. Однозначно. Вот сейчас зимой не переохлаждаться там нигде, потому что может ударить по суставам. Хотя это в рыбах. Рыбы – это у нас стопы. И вот именно не нужно никаких... Опять же, голеностоп сейчас очень много людей будет подворачивать. Скользко будет. Вот эта тема, она в этом году будет актуальна. Что нужно делать? Нужно укреплять свой организм. Мы всегда смотрим, что делать по противоположному знаку. Там у нас Дева. Дева – это кишечник. Следим за тем, что едим. Следим за тем, что пьём. Обязательно укрепляем витаминками, минералками. И будет всё хорошо. Потому что в рыбах Сатурн всё равно добрый. Он мягкий там. Ну а как вот попросить тогда у года здоровья? Здоровья нужно просить у своего тела. Договариваться со своим телом. У нас есть физическое тело. Эфирное, астральное. Вот мы эмоцию допустили. Не ту. Пробили свою эфирку. К нам проскочил вирус какой-то. То же самое мысли. Не те мысли, там гонять, гонять, гонять. Потом фига, что-то там по печени следят. Вот, кстати, Юлечка, чуть не забыла. Дракон зелёный – это дракон доброта. Он живёт в печени. Он укрепляет печень. Поэтому бережём печень. Бережём печень. Дело в том, что разрушают печень. Не только алкоголь там и вредницы. Жирная еда и всё просто. Гнев, агрессия и злость. Вот эти газы. Гнев, агрессия, злость. Легко запомнить. Газ. Вот они разрушают печень. А вот этот дракончик наш, он укрепляет. Он пришёл нам вылечить нас от этих газов. Он пришёл нам принести доброту. Будем добрыми в этом году. И всё будет хорошо. И будем здоровы, потому что печень – это же топка организма. Она сожжёт всё, что не нужно. Главное – поддерживать её в здоровом состоянии. И здесь тоже. Дева – это иммунитет. Кишечник – это иммунка. Поэтому нормальная пища. Хорошая, здоровая. И всё будет хорошо. Да. Если где-то что-то не то съел, ну почистись сразу. Да, и всё. У вас есть какой-то гороскоп именно для Владивостока? Ну вот я и говорю, что во Владивостоке у нас… Прогноз, не гороскоп. Ну, такой коротенький, да. У нас идёт два дня, получается, день Луны, час Луны – это опять эмоции на наш Новый год. Затем, чёрная Луна у нас в Деве, в 12-м знаке. Вот, кстати, дракон терпеть не может под ковёрную всякую ерунду. Вот эти интриги, сплетни, вот эту зависть такую чёрную, которая отравляет там человеку. Ведь два вида зависти. Один человек – ой, блин, какой хорошенький, я всё же себе такую хочу. Ну, как бы. А другой – это тоже не очень, да. Но, а другой – так позавидовал, но он хочет, чтобы и у тебя этого не было. Понимаешь? Ну, да, да. Вот это вот разные моменты, но вот дракон, он не любит. Он не любит, когда залазят в семье, там кто-то завёлся и начинает всех между собой. Он не любит, когда в дружбе такая же тема начинается. Он не любит вообще все вот эти интриги. А чёрная Луна в Деве, она интриганка. И она нам принесёт вот на этих энергиях очень много вирусов. Поэтому будьте осторожны тому, что вы едите и пьёте. И к своим эмоциям. И будете здоровы тогда. Вот. И, ну, двенадцатый дом – это то, что тайна. И вот тайна, как бы, какие-то вот моменты будут, что-то у нас в Владивостоке. Вот здесь я хочу сказать, что необходимо думать, верить только тому, что вы потрогали. Никому, что там послушали на слух, никому не надо верить. Потому что иногда кажется, что такой источник, которому нельзя не верить. А верить нельзя. Вот. Здесь сам увидел, сам потрогал. Реалистами быть. Да, быть реалистами. И быть скрупулёзными вот в этом, во всём. Если что-то, какую-то информацию там дают, там, Юль, займись вот этим проектом. Проверить надо. Проверить. Всё-всё-всё-всё-всё. Прям очень. Потому что чёрная Авдевия, она требует от нас вот этого вот. Вот такой вот. И ещё здесь такое у нас есть по Владивостоку с личностным нашим ростом каждого. Именно Владивостокская тема. это не для других. У нас прямо на асценденте звезда идёт. И звезда у нас Мегрец. И она говорит о том, что тусклая луна на ночном небе. Одна её половинка, она прямо вот вместе со звёздами яркая-яркая, а другая скрыта. В тени. Да, вот какой-то вот такой вот даже пеленой такой, туманом каким-то таким. Вот. И это вот тёмное всё. Вот это какие-то грядущие потери, да, вот могут быть. Поэтому держим светлую сторону своей личности, и тогда всё будет хорошо. Вопрос тогда такой. В интернете очень много всяких предсказаний, гороскопов, каких-то прогнозов. Всем ум нам сегодня повезёт. Да, 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 да. В это стоит вообще верить или нет? Нет, это профанация астрологии. Конечно. Есть астрологи, вот допустим, как Александр Иванович Ремпель. Он делает не только по классической астрологии, он там соединяет тибетскую, там это, он ещё там смотрит на Таро, я так подозреваю, и тогда он выдаёт. Там более-менее оно подходит. Ну и то, ну как бы не всем, да? Ну это просто невозможно по теории вероятности. А есть, ну просто, знаете, ну смотришь, удивляешься, по знаку идёт чёрная луна, там пишут у вас, там прогноз на месяц, там да ещё в каком-нибудь квадрате, таком просто чумовом. Я пишу, а у вас на месяц там будет вот так всё по деньгам, там я думаю, с чего вообще это берёте? Ну то есть всё индивидуально, и не надо в это общее всё. Да, нет, это всё индивидуально. Так же, как нельзя, допустим, всю кровь, любую кровь вам влить, да, так же здесь. Ну и последний вопрос задам, как желать так? На Новый год же все же загадывают желания. Как желать так, чтобы эти желания сбывались? Юлечка, это всё настолько индивидуально, да? Я, допустим, как астролог, я вижу у человека, что ему нужно отработать, чтобы его желание сбылось. Это, ну, астрологически. Психологи это ведёт по блокам, да, вот, ну, как бы своим я тоже работаю. Поэтому я смотрю на то, что я бы лучше пожелала сейчас ребятам всем на Новый год. Представьте, что вы взлетаете в то прекрасное своё будущее на воздушном шаре. и в шар не взлетает. Ну, вот желание не сбылось, да? Но подумайте, что от чего вам надо избавиться. От лени, может быть, от рутины, от каких-то таких вещей, которые вот просто вот эти мешочки, их нужно сбросить. И шар тогда взлетит. И как раз Луна убывает, всё будет, вот как-то вот, всё будет в строчку. Луна убывает, и желание есть, и оно вот там высокое. А уже тогда от 10 на 11 я буду загадывать по-другому желание. Там уже можно загадывать как раз-таки вот в шарике и туда. Но самое главное прожить, я говорю, вот эту вот энергию в себе раскрутить. Просто быть, ощущать вкус, ощущать вот этот, если хочешь, в какую-то страну, прямо ты должна изучить её. Ты прямо должна быть на этих улицах. Слышь, вот, ну, Европа, там брусчатка, да, вот, прямо почувствовать эту брусчатку, что ты на неё присела, там, выпила кофе на ступеньках, там, ещё что-то где-то. Вот ты оказалась там в музее, ты оказалась ещё где-то. Ну, где интересно, потому что каждому интересно своё. И ещё я очень хочу сказать, те, кто всегда подстраивается в семье под желание другого человека, научитесь чувствовать себя, слышать себя и слышать свои желания. Это и есть жизнь. Чувствовать свою жизнь, её ритм, её импульс, её дыхание в себе. Ну, что ж, а я просто хочу пожелать всем счастья. Счастья, жизни, мира и добра. Я ещё раз говорю, мир в мире начинается с мира в наших душах, сердцах и умах. Да будет так. Да будет так. Благодарю. Я напомню, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о том, каким будет предстоящий 2024 год и как правильно его встретить. В гостях у нас была астролог и парапсихолог Елена Светомир. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова